Сегодня 80-е годовщина прорыва блокады Ленинграда. Осада северной столицы продолжалась с 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. По официальным данным, блокада унесла жизни более 630 тысяч ленинградцев. Кольцо вражеской осады было разорвано в результате успеха операции «Искра» Красной Армии. Ежегодно поисковики находят в местах боев Великой Отечественной войны останки сотен погибших солдат. Однако тысячи бойцов продолжают лежать в лесах, полях, на заброшенных дивизионных кладбищах. Одно из них было обнаружено в Ленинградской области. Первичные обследования подтвердили, что захоронение между поселком Приладожский и деревней Назия довольно крупное. Как оказалось, здесь захоронены бойцы-офицеры 128-й Псковской дивизии, которая непосредственно участвовала в прорыве блокады Ленинграда. По словам специалистов, она очень активно себя проявила. С боями отступала через Старую Руссу и остановилась в районе поселка Нижняя Назия. Там было ее центральное формирование. Они защищали, отступая станцию Сущева. Очень кровопролитные бои, там просто все усыпано солдатами. То есть мы по ним плотно работаем. Даже вот прошедший год был очень урожайный, если можно так выразиться, на находке. Потом она, отступая с боями через Новгородскую область, пополняясь с новгородскими жителями, приходит вот на это место, в район Липок. И приходит сюда 8 сентября 1941 года, когда немцы уже выходят к Неве. Подробнее расскажем сегодня в итоговом выпуске в 9 вечера.